Да. Добрый вечер. Мы с вами обращаемся, как всегда, по крайней мере, в сердце с молитвой ко Всевышнему, чтобы нам был успех в понимании нашей традиции. И я напоминаю с вами, что мы закончили практически с вами эпоху Гаонов. И, наверное, нам придется еще возвращаться к самым разным моментам. Но я хотел бы сказать, что изучение, скажем, передачи традиций с поколением в поколение – это дело бесконечное. Моя задача – проследить с вами некоторые исторические моменты и такая тайная мысль, которую я вам сразу раскрываю, что в центре всего стоит земля Израиля, возвращение в землю Израиля. И если мы смотрим на передачу традиций с поколения в поколение, что мы сегодня с вами постараемся сделать, то становится абсурдным, просто абсурдным любые мнения, что в землю Израиля не нужно подниматься из Вавилона или из других стран до прихода Машеха. Мы увидим, что постоянно наши мудрецы на протяжении всех веков стремились всем сердцем и, что может быть самое удивительное, практически стремились в землю Израиля. Это моя основная цель для того, чтобы подойти к учению Раф Кука, который ставится в углаву своего учения и, можно сказать, в углаву иудаизма ставит землю Израиля, что может быть довольно неожиданно для нашего времени. И посмотреть глубоко, заняться этим моментом, проблемами современного иудаизма, выяснить, каким образом и когда возникло такое мнение, течение довольно распространенное, что нету заповедей проживания в земле Израиля или, по крайней мере, нету такой заповеди, пока не пришел в Машех. То есть, сразу можно подчеркнуть, что это ошибочно. И я, как говорят, раскрыл перед вами карты. И с вашего разрешения мы тогда продолжаем. Мы можем с вами вспомнить, что последний из Гаонов – это Ай Гаон. Его сын – это Шри Ра Гаон. Мы говорим о самом начале XI века. В 1038 году Ай Гаон арестован. И также его сын Шри Ра Гаон. И здесь это интересно, потому что он арестован по доносу, что он поддерживает отношения с населением или с населением тех стран, которые враждебны по отношению к исламу. То есть, он поддерживает отношения с европейскими странами, где, естественно, уже, по крайней мере, в значительной степени распространилось христианство. То есть, мы можем представить себе, что до этого момента, до 1040 года где-то, существует единый центр, в который обращаются со всеми вопросами, это не только при Ай Гаоне, это и при Сааде Гаоне, напоминаю, 9 век, 10 век этой эры. Все вопросы стекаются в одно единое место. И Ай Гаон, последний из Гаонов, и вот это обвинение в переписке со всеми странами сделало невозможным существование единого центра, и единого центра особенно в Персии. Однако, сама Ишиба в Пумбадите еще существовала примерно 140 лет. Существует легенда о том, как переместился центр в, скажем, центр изучения Тора в Европу, но я бы не стал даже ее упоминать, потому что легенда, она совершенно сказочная, и не думаю, что много дает для понимания. Мы лучше с вами попробуем посмотреть, представить себе расселение сыновей Израиля. на расселение сыновей Израиля, и попытаемся представить себе, как бы, объемы, если так можно сказать, изучения Торы. Вот мы с вами видим перед собой карту, просто для ориентировки, не вдаваясь в подробности, расселение сыновей Израиля в период Византийской империи. И, естественно, мы видим, что большое число находится в сыновей Израиля, находится в современной Турции, на территории современной Турции. Здесь, в Персии, мы с вами можем увидеть города Наардея, которые в значительной части разрушены, уже давно перестали быть еврейским центром. Но здесь же, в этом анклаве, вот мы с вами видим, к сожалению, может быть, мы сейчас попробуем это увеличить. Нет, видимо, это уже максимальный объем. Неважно, здесь, в этом районе мы видим Суру, и здесь где-то мы видим с вами Пумбадиту, два центра изучения, два центра изучения Торы. Сильные центры оказались в Римской империи, где существовала Абхина, которая не пострадала во время разрушения второго храма, и там сохранилась традиция передачи Торы. Вот сама по себе Европа, для того, чтобы просто представить обстановку, она переживает нашествие барбаров. Это происходит еще в VII и VIII веке, может быть, начинается даже в V веке, и, скажем, говорить о культурном уровне, о сложившейся государственности. Очень-очень-очень трудно. Если забежать немножко вперед и представить себе время Раши и особенно его внука Рабейну Там, о которых мы сегодня будем говорить, это, если говорить Рабейну Там, это XI век, XII век, то Рабейну Там живет на севере Франции, в месте, где даже не существует миньяна, где нету десяти евреев. Условия очень трудные, бедность, нищета. И, скажем, это та Европа, которую мы можем себе представить, не очень-то как бы способствует изучению Торы. Однако, как мы можем себе представить, если немножко вернемся сюда, то от Северной Африки и до севера Европы, включая и Испанию, идет интенсивное изучение Торы примерно по той же самой схеме, по тем же самым правилам. Чем-то напоминает работу мудрецов в Бавиле. Есть Мишна, уже есть свитки Гемары и идет интенсивное изучение самой Мишны и Гемары как подробного комментария к Мишне. Это та, скажем, обстановка, которую мы можем себе представить. Поэтому, скажем, легенда, которая говорит о том, что четыре человека, попавшие в плен, там оказались в Европе, они подняли все европейское еврейство, она не совсем не совсем соответствует действительности или даже совсем не соответствует действительности. У Айгаона были ученики по переписке, преданные действительно ученики по переписке в Европе. И прежде всего нужно здесь вспомнить Робейну Гершин, которого называли Рожа Гула главою всего изгнания. Мы говорим о начале XI века. Робейну Гершин известен своими постановлениями, в целом рядом постановлений, которые, скажем, наиболее из них популярны, то, что он запретил многоженство, которое формально Торе не запрещено. Можно заметить, что оно Торе совершенно не приветствуется, но, тем не менее, формально не запрещено. Он запретил многоженство, и этот запрет исправился среди европейских евреев. Нужно говорить о разделении на ашкенадское еврейство и сефардское еврейство. Ашкенадс, как вы помните, это название Германии, скажем, на идыш, в еврейской традиции, можно сказать. Ашкенадс – это Германия, Сфарад – это Испания. И поэтому можно говорить о германском еврействе и о испанском еврействе, и о течении германского еврейства, испанского еврейства, но это гораздо позже. Сами себе эти названия происходят гораздо позже, несмотря на то, что существует центр, как мы представляем себе, в Европе, в Вормсе, так и одновременно существуют и центры изучения Торы в Испании. Тем не менее, четкого принципиального разделения не существует. Мы на этом постараемся остановиться в дальнейшем, и сейчас мы постараемся все-таки сосредоточиться на, как сказать, на германском еврействе, на французском еврействе, на Раши и его последователях. Раши, Рабейна Шаламо и Рабейна Шаламо Ицхак живет в Вормсе, или, как называют евреи, это место Вермайзе. Он человек довольно обеспеченный, у него есть виноградники, у кого учился Рашичу, традицию он продолжает практически неизвестно, есть целый ряд предположений. Одно из них, что он продолжает традицию как раз римской общины. Для того, чтобы окунуться в атмосферу Северной Франции XI века, Раши родился в 1040 году, посмотрим то, что, по крайней мере, сегодня исторически считается синагогой, здание, которое считается синагогой Раши. Синагоги в Европе строились, как вы представляете себе, строились как крепости, так и известно, как крепостной стиль. Вот считается, что это реставрированная комната Раши в синагоге, вот примерно он так жил, трудился и работал, как мы можем себе представить. То, на чем нам стоит остановиться, что существует комментарий Раши, который он составил почти ко всему Талмуду, почти ко всему Талмуду и к Торе и пророкам, он принято его печатать шрифтом Раши. К самому Раши этот шрифт не имеет никакого отношения. Здесь мы видим с вами Марку, вот, Марку 950 лет со дня рождения Раши. И здесь мы можем себе представить шрифт, которым печатаются, печатаются комментарии Раши из самых, может быть, первых изданий Хумаша, печатается комментарий Раши, и он печатается таким шрифтом, единственная цель которого это отделить комментарий от основного текста Торы. Больше никакого особого смысла он не имеет, и просто принято его называть шрифтом, шрифтом Раши. Вот, и, скажем, ну, вот можно представить себе еще по одной картинке, как выглядит шрифт Раши. Вот он мне не дает, а вот немножко дает увеличение, да, представить себе, как выглядит шрифт Раши. Вот, опять же, тут особого смысла искать в этих буквах не приходится, как в тех буквах, которыми печатается Тора, и, как мы помним, эти буквы были введены Эзрой по пророческому повелению, да. Вот, и то, что, то, что очень интересно, на мой, на мой взгляд, да, что в отличие от, скажем, Бавилонской школы, которая не очень-то подчеркивала, теоретически, не очень подчеркивала возвращение в землю Израиля, да, мы помним, мы помним с вами раб Яуда, который сказал, что нельзя подниматься из Бавеля, из Бавилона, нельзя подниматься в Эриц-Исраиль, даже в землю Израиля, да, а тут сколько хочу заметить, да, что многие не обращают внимания, Рамбам выписывает похожее постановление, выписывает в качестве Галахи, да, что нельзя подниматься из Бавеля, но не как сказал раб Яуда в Израиль, а в нельзя подниматься в другие страны, про Израиль ни слова, и понятно, что нету запрета подниматься из Бавеля в землю Израиля, в чем здесь дело, это сказал учитель раб Яуда Шмуэль, да, Шмуэль, мы помним, первое поколение Амараев, раб и Шмуэль, так вот Шмуэль говорит, нельзя подниматься из Бавеля в другие земли, не добавляет, что нельзя подниматься в Израиль, раб Яуда, так сказать, усугубил эту линию, да, вот, и, как можно представить себе, перегнул палку, и многие, многие его ученики ушли к Раве Ханаму учить Тору в Израиле, я напоминаю, но просто момент интересный, и это распространенная ошибка, и даже в кругах, которые изучают Тору, что говорят, что вот Рамбам постановил, что нельзя из Бавеля подниматься в землю Израиля, нет, да, он не пошел за Равьевуда, Рамбам по тем или иным причинам взял Шмуэля, который говорит, что нельзя подниматься из Бавеля в другие страны, да, теперь, Раши, то, что, скажем, меня очень интересует, кроме всех интереснейших моментов, связанных с его комментарием, и, может быть, мы о нем поговорим, да, но интересует его любовь к земле Израиля и подчеркнутое такое отношение к земле Израиля уважительное, и это его несколько отличает от, опять же, от школы, от школы Гаонов, от Саадия Гаона, который стремился перенести центр изучения и центр, так сказать, авторитета или авторитетов перенести в Бавель по сравнению с землей Израиля в Персию, и ему это удалось, Раши, да, он совсем другого плана, и вот мы с вами здесь видим, как Раши начинает свой комментарий, начинает свой комментарий к Тори, да, это нет, я, к сожалению, по ошибке открою другой, другой копец, другой файл, вот, мы сейчас возьмем нужный нам файл, Раши, да, что значит комментарий прежде всего, да, да, в общем-то, до Раши есть определенные авторитеты, которые пишут комментарии к Талмуду, можно вспомнить Раф Альфаси, Альфаси, это значит из Феса, да, Альфаси проживает или, по крайней мере, связан с Фесом, городом на территории современного Марокка, и он пишет комментарий, который сегодня печатается в изданиях Талмуда, практически во всех классических изданиях Талмуда, но это он не ставил своей целью прокомментировать весь Талмуд, он берет, Раф Альфаси берет отдельные куски, преимущественно связанные с Галахой законом, относящимся к нашему времени, к его времени, к его ситуации, к нашему времени, и занимается этими проблемами, да, также пришественник Раши, еще один комментарий, который помещается в конце Талмуда это Раббейну Хананаэль, но комментарий Раши сквозной на весь Талмуд, включающий и галахические моменты, относящиеся к храму и к отделению десятой части и трумы для Кагенов и законом проживания в земле Израиля, и законом строительства храма, законом сосуда храма, то есть все как бы без исключения сквозной комментарий и на галаху и на году без как бы всякого разделения просто прокомментировать текст Талмуда, конечно, такого комментария до него не было. Нужно обратить внимание, говоря о комментарии Раши на Талмуд, что иногда часто тоже приходится слышать, что Раши Раши постановил, где постановил в своем комментарии в Талмуде. Раши в комментарии Талмуд ничего не постанавливает, он объясняет мнение мудрецов, то мнение, которое приводится на этом листе, то мнение, которое приводится в данной строчке, он его и объясняет, поэтому совершенно не нужно думать, что Раши как галахический авторитет, он солидарен с тем мнением, то есть в каком плане солидарен, что он считает, по этому мнению пойдет Галаха в его время, в наше время, или, скажем, по этому мнению, в принципе, идет Галаха, как бы, да, совершенно, это не факт, он комментирует то, то высказание мудреца, которое находится в Талмуде, в этом месте, это его, это его задача. Теперь у Раши есть комментарии на Хумаш, на Пятикнижие, как вы знаете, да, он всегда считал, что это недостаточный комментарий, он делал его, в общем-то, довольно поздно в своей жизни, и он не очень-то такой объемный комментарий, вот, и также на книге пророков есть комментарий Раши, там та же самая проблема, вот, и можно говорить отдельно, да, отдельно о комментарии Раши, то, что нам необходимо себе представить, что значит комментарий на, комментарий на Тору, да, комментарий на Тору, это взять какую-то линию, да, не как в Гемаре, этот сказал, мы его прокомментировали, этот мудрец сказал, мы его прокомментировали, да, нас в данный момент не волнует, как эти два мнения стыкуются между собой, это следующая задача, наша задача прокомментировать текст Алмуда, да, что он сказал, объяснить, очень часто показать, как это стыкуется с другими мнениями этого же мудреца, да, вот, мы, но Раши, скажем, не строит там единой линии, в Талуде, в Хумаше, он строит единую линию, проводит единую линию, потому что мы понимаем, что на тех сторон можно взглянуть с тысячи сторон, да, говорят, 70 сторон, но если начать разбирать разные детали, то тысячи и больше, задача Раши провести определенную определенную линию, здесь тоже как бы существует целый ряд проблем с Рашей в наше время, вот, говорят, Раши сказал, да, сказал, как бы, он, Раши сказал, надо же понять то, что он сказал, да, надо понять, зачем он это сказал, да, и, скажем, да, часто есть моменты в Раши очень глубокие, которые упускаются, остаются просто незамеченными, остаются безосмотрения, может, в дальнейшем я приведу вам несколько примеров, а пока мы попытаемся представить себе начало комментария Раши, самое-самое, с чего он начинает, да, и, как мы сказали, есть множество вариантов, да, множество вариантов на слово берешит или, как введение к комментарию, да, он берет Медраж, Медраж Раба и говорит, сказал Рабейну Ицхак, да, сказал Рабейну Ицхак, многие думают, что он говорит про своего отца, это также ошибка, это Медраж, да, месяц сей для вас, потому что это первая заповедь, которая заповедана выполнять сыновьям Израиля, да, полное, как бы, надо было бы здесь привести, здесь немножко не хватает сейцаты, да, Рабейнсхак говорит так, не нужно было начинать Тору, а только заповеди месяц этот для вас, да, это первая заповедь, что значит, что значит этот Медраж, не нужно было начинать Тору, а только с этой заповеди, месяц этот для вас будет началом месяца, это первая заповедь, которую получает весь народ Израиля через Маше еще в Египте, месяц этот, весенний месяц, это месяц исхода и как мы представляем себе прежде чем начать движение, как всегда командир сверяет часы со своими подчиненными, так и Всевышний, прежде чем начать движение из Египта, он устанавливает определенный отчет времени, особый отчет времени, в этом есть много смысла, опять же, да, и за этой заповедью скрывается устная Тора, здесь не только начало месяца, не только обязанность считать Ниссан, как стали впоследствии называть месяц, Ави в весенний месяц, считать его первым месяцем, вести отчет от этого месяца, здесь скрывается целая такая система расчета календаря, которая частично находится в скрытом образе в тексте Торы, частично находится в устной Торе, передавалась как устная традиция, самая первая заповедь, заповедь отчета времени, да, и эта посылка Медраша, что не нужно было начинать Тору ни с чего другого, а только с заповеди, месяц этот будет для вас, эта посылка означает, что в принципе Тора должна была быть списком заповедей, первая, вторая, третья, четвертая и так далее, инструкции, действия, что тебе нужно делать, а почему так, тоже можно посмотреть на вещи, да, что в принципе мы говорим, что самое главное в Торе это научить человека жизнь, ну это хорошо, так пусть был бы список заповедей, да, это то, что называется Габа Амина, я бы сказал, что так может быть, это не обязательно, что такое мнение, должно быть принято, что оно главное и довлечено, мы его рассматриваем и спрашиваем, да, в принципе, мне вот рабец как говорит, мне кажется, что Тору нужно было начать, сделать списком заповедей, начать с первой, с первой заповеди, да, тогда, и какой смысл, что Всевышний начал Тору сберешить, какой смысл в этом заключается, потому что могущество дел своих показал он народу своему, да, могущество дел своих поведал своему народу, он Всевышний, как мы понимаем, поведал сыновьям Израилу могущество дел своих, дав ему наследие, дав ему наследие народов, это цитата из Псалма 111, вот, и дальше Раши поясняет, что значит дал наследие народам, что если скажут вам народы-разбойники, вы, что вы захватили землю семи народов, вы скажете им, Всевышний дал и дал им, и забрал он них, и он дает тому, кто прям в Ешар, прям в его глазах, да, вот, можно, то есть, можно по-разному понять эти слова, и прокомментировать эти слова, но смысл этого Медраша, который Раши ставит по голову своего комментария, да, это то, что вся Тора, все ее заповеди, да, все ее заповеди, они направлены к цели, да, чтобы получить наследие, чтобы получить наследие отцов, которые нам дал Всевышний, да, и даже завоевать его, или, скажем, не что, значит, даже, завоевать его у семи, семи народов, понятно, что семь народов это, да, семь народов, которые жили в земле, земле Канаан, да, и что значит, если скажут вам народы, разбойники, вы захватили землю семи народов, да, вот, а вы скажете Всевышний дал им, а потом дал нам, тем, кто прям в его глазах тому надает, да, очень мало убедительная, очень мало убедительная фраза, да, для других, вот, а для вас, да, значит, здесь такой момент в этом Медраше, да, что для того, чтобы овладеть землей Израиля, вы должны быть уверены в том, что она отдана, о том, что она отдана вам, если она была отдана другим народам на какое-то время, то Всевышний забрал них и дал вам, потому что вы прямо в его глазах, вы в этом должны быть уверены, и вы всегда это должны говорить, да, а поверить вам или не поверить, в скобках можно сказать, не поверить, это уже другое дело, но если вы будете уверены, это придаст вам силы, и вы овладеете, и вы овладеете землей, вы овладеете землей Израиля, у вас будут силы овладеть землей Израиля, у вас будут силы благодаря вашей уверенности, у вас будут силы благодаря тому, что вам будет поддержка слыша, а ее не будет, если не будет уверенности, и вы придете и завладеете этой землею, даже если вам будут говорить, что вы разбойники. Это комментарий Раши. Теперь это то, с чего он начинает Тору, это открытие, как сказал Елель, как вы помните, Елель старший, когда его нееврец спросил, изложи мне всю квинтэссенцию Торы, пока я буду стоять на одной ноге, то Елель старший ему сказал, не делай своему ближнему того, что ненавистно тебе. И дальше он продолжил, это вся Тора, а теперь иди учись. То же самое говорит Раши, это вся Тора, теперь иди учись. Все остальные детали, которые направлены к этой цели. Можно спросить, а почему же Раши не поднялся и не перешел в землю Израиля, а вот его современник, скажем, и несколько, может быть, даже предшественник его, раб Иуда Аливи, который жил в Испании, поднялся, встал и поднялся в землю Израиля, когда ему было 70 лет, он встал и отправился в землю Израиля. Почему Раши это не сделал? Здесь есть ответ такой. Даже если Раши это не сделал, это сделали сотни его учеников. Сотни его учеников, сотни мудрецов тоже поднялись в землю Израиля. На иврите этот целый период, целая эпоха нашей истории, нашего возвращения в землю Израиля, называется Алия Баалея Тософот. «Приход в землю учеников Раши». Каким образом это получилось и как это получилось, давайте попробуем представить себе. То есть, если даже Раши не поднялся в землю Израиля, его ученики подняли в землю Израиля. Теперь, значит, то, что нам необходимо сказать, что мы можем представить себе всю, как бы, и глубину этого комментария, и переживания из-за положения еврейского народа, и стремление вернуться в землю народа, мы можем представить себе, если мы представим себе такой момент, что Раши живет во время начала крестовых походов. В 1096 году происходит первый крестовый поход, который по дороге разгромил все общины области Вермайза, ворумские общины. Насколько пострадала община Раши, безусловно, пострадала. Кто как сумел спастись, кто убежал, трудно сказать, мне, по крайней мере, неизвестны такие исторические сведения, но в любом случае какое-то новое движение, пробуждение интереса к земле Израиля среди народов, то, что не может не повлиять на еврейский народ в плане осознания важности земли Израиля, совершенно не стоило влиять, просто в плане практическом, не могло не повлиять на еврейский народ, это безусловно. Безусловно. Теперь мы представим себе с вами тех самых Тософот, Тософот, как вы понимаете, добавка, их добавка к комментарию Раши. Кто занимался этими добавками к комментарию Раши, в шутку говоря, кто осмелился добавлять к комментарию Раши, еще и критиковать комментарии Раши, как это нам представить и как себе понять. Это целое движение, которое существовало на протяжении, я бы сказал, двухсот лет не менее, и это были ученики Раши, от которых пошли ученики учеников Раши, и прежде всего это внуки Раши, о чем мы сейчас поговорим. У Раши не было сыновей, у него были дочери, его внуки стали продолжателями его дела и, может быть, самыми великими критиками Раши, что только позволило еще глубже понять комментарий Раши. Прежде всего мы с вами вспомним, хотя мы говорили, что если представить себе, что комментарий Тософуд писался на протяжении примерно двухсот лет, то мы понимаем, где же, как же найти все эти списки, выверить все эти списки, кто их собирал, эти списки. Можно представить себе, что это сделал Рабейну Ехиель из Парижа в конце XIII века, совсем в конце XIII века, скорее всего, в земле Израиля. Это его редакция, хотя существует целый ряд списков Тософод, которые имеют свое название. Одно из... Тот, кто напечатал лист Гемары в 1520 году впервые. Вот на... Это страница, первая страница Гемары Брахот. Сейчас я проверю только одну секунду, один момент, чтобы я не перепутал. Вот, да, я вот уже чуть было не перепутал. Вот надо было бы открыть вот этот лист, да, это трактат Сука, как вы видите. Первый лист трактата Сука, это из типографии Бомберга в 1520 году был напечатан первый Талмуд. И он, Бомберг, как ни странно, он сам по себе выкрест, однако хотел напечатать Талмуд и печатал его советы с мудрецами, с мудрецами Торы, которые всегда, так сказать, были под рукой. Вот, и он включил в комментарии прямо на листе, да, он внес комментарии комментарии Тософот, да. Вот, и, как мы с вами говорили, сложилась такая традиция, что в середине печатается текст Гемары, ближе к корешку печатается Раши, и с внешней стороны, со стороны обреза печатается комментарий Тософот. Есть очень принципиальные отличия в Тософоте, и особенно касающиеся, опять же, земли Израиля. Может быть, мы с вами на этом остановимся, да. Есть известный Тософот, которые напечатаны Бомбергом, известный Тософот, так называемый Тософот, как мы, Англия, список Тософот, которые находятся, находятся в Англии, и есть еще другие списки Тософот, да, но, тем не менее, как бы в основном нам это не мешает, то, что есть разночтение, не мешает убиться в этот комментарий, совершенно, совершенно прекрасный. Тософот составленный, в общем-то, чаще всего, так сказать, зацепляются за Раши, да, и начинают сравнительное рассмотрение, сравнительное рассмотрение Гемары. Тософот, как бы, мудрецы, которые писали этот комментарий на протяжении 200 лет, они, как бы, видят всю Гемару перед собой, да, и задают вопросы, если в этом месте сказано так, и мы прокомментировали так, а совпадает ли это с тем, что сказано в другом месте Гемары, и не нужно ли нам прокомментировать по-другому, то есть, как бы, сравнительный анализ, это то, чем занято в основном, то, чем занято в основном Тософот, да, вот, и кто же, скажем, были людьми, положившими начало этой школе, как мы можем себе с вами, как мы можем себе представить, да, на это, на это, вот, сейчас мы посмотрим, это даст нам увеличение, нет, вот, к сожалению, не дает нам увеличение, да, это, как бы, примерный, так сказать, портрет, условный, рабы и нутам, это рабе Яков Мейер, да, и также жил на севере Франции, автор книги Сефера Ешар, он основоположник работы, основоположник работы, Тесофот, или, скажем, один из совоположников работы Тесофот, внук Раши, особенно известен его спор с Раши в трактате Миноход о том, как должны быть расположены прошьет отрывки из Торы, который пишет, пишет Софер, как они должны быть расположены в головном, в головном тфелин, скажем, или, скажем, например, в головном тфелин, да, вот, Раши, есть всего четыре отрывка, и из Гемары можно по-разному понять их расположение, Раши говорит, что сначала и будет, если вы услышите этот отрывок, должен находиться первым, быть вложен первым, в головной тфелин, потом отрывок Шма-Исраэль, а потом отрывок и будет, когда приведет тебя Всевышний, и последний отрывок для меня должен быть посвящен всякий первенец, эти четыре отрывка, и вот так расспрашивал Раши, Равейну там говорит по-другому, он сначала ставит отрывок Шма-Исраэль из книги Дворин, более поздний как бы по написанию, если смотреть по Хумашу, по строкам Хумаша из книги Дворин, Айя-Имшамоэ будет, если ты услышишь потом, и будет, когда приведет тебя он в землю, и Кадешли Хор освящай мне каждого первенца, и этот спор остался нерешенным, но как бы подавляющее большинство народа накладывает филин, сделанный по образцу Раши, и лишь некоторые хасистские движения, в основном Хаббат, они пользуются двумя филинами, накладывают филин Раши, и потом накладывают Рабейну там, ну, в шутку говоря, как бы на всякий случай, если прав Раши, то исполнили обязанность филин, если прав Рабейну там, исполнили обязанность тфилин, да, но подавляющее большинство авторитетов и течений не видят никакой необходимости как бы принимать такие предосторожности, а вот есть, и все-таки Раши не прав, и все накладывают, подавляющее большинство накладывают тфилин, тфилин Раши, да, но вот из этого мы можем понять, что Раши прокомментировал трактат Миноход так-то, а Равейну там по тем или иным причинам увидел несколько иначе, да, скажем, тасофот чаще всего приводится без имени, просто как единый текст, и при изучении Гемары часто принято говорить «тасофот говорят». «Тасофот говорят». «Ну хорошо, тасофот говорят». Вот теперь что можно сказать? Есть разные как бы моменты, разные подходы, разные исходные, которые приводят к спору тасофот фактически его же внуков или школы, которые продолжили его внуки споров с Раши. Можем привести такой пример, что в трактате «Псахим», как, если вы помните, говорится об обязанности искать хамец, искать остатки квасного в доме накануне Песоха, и вопрос возникает такой, в общем-то, Тора как бы изначально она говорит о том, что достаточно устраниться в сердце своем от хамеца, и тогда весь хамец, который находится в доме, он не будет предметом нарушения, нарушения пусть не будет у тебя видно, и пусть не найдется хамеца в доме твоем все семьи Песоха, достаточно устраниться в сердце, а теперь мудрецы постановили убрать хамец, все-таки физически, и постановили искать, так вот, зачем постановили искать, Раши считает, что в принципе само по себе действие изначально, так он комментирует Мишну, действие поиска, оно выражает намерение человека, чтобы не было хамеца в доме, ему не обязательно говорить словами, то Сафот не говорит словами, что он отказывается от хамеца, само действие указывает на то, что он хочет отказаться от хамеца, и так Раши понимает Мишну, то Сафот говорят, ни в коем случае, мало того, что человек ищет, он обязательно еще должен сказать словами, без этого он не сможет уничтожить весь хамец в доме, который он случайно не заметил, то есть для Раши мысль человека и выраженное в действии это как слово, а для Тесафот слово, мысль обязательно должна быть выражена словом, обязательно должна превратиться в слово. Это как просто как маленький пример разных исходных разных исходных позиций само по себе рассмотрение Раши на Гемару и Тесафот это увлекательнейшее увлекательнейшее дело скажем такой интеллектуальный я сейчас так не скажем это не единственное и не главное достоинство Тесафот но изучение Тесафот это интеллектуальное удовольствие я знал в Москве людей которые понятно по понятным причинам давно оставили соблюдение Торы но они не оставляли изучение Гемары и изучение Тесафот потому что просто это давало интеллектуальное интеллектуальное удовольствие и так это Рабейну Рабейну Там несколько может быть от него отличается другой внук другой внук Раши это Рашбам но я вот вижу что давайте мы коротко просто скажем о Рашбаме это Рабишмуэль Бен Мейер Рашбам сокращенно он в основном известен как комментатор Талмуда он тоже с критикой на своего дедушку говорит что дедушка обещал объяснить простой смысл в Хумаше но не сделал этого на самом деле и часто очень уходит в области Драша а я вот говорит Рашбам я объясню простой смысл получилось у него не получилось но получился интереснейший получился просто интереснейший комментарий вот и на другой внук Раши еще Рабейну Ицхак Бен Мейер также также относится к Тософот вот тут я остановлюсь и может быть две минуты на вопросы я даже не увидел что я так затянул время вот и пожалуйста давайте мы две минуты на вопросы Раузеев а можете пожалуйста приблизить то что вы хотели приблизить там когда открываете картинку сверху есть лупа и можно на нее нажать потом заползунок потянуть она приблизится любая картинка любая картинка да но я постараюсь это сделать в следующий раз вот как бы у меня все время уходит на подготовку технические моменты я уже не успеваю это тоже плохо конечно вот но пока давайте я нажму вот это стоп шер мы с вами все окажемся на одном экране пожалуйста если что-то хочется спросить я к вашим услугам ну хорошо если нет вопросов тогда мы с вами будем общаться на нашем сайте я постараюсь вам как можно быстрее написать вопросы по занятию и жду от вас жду от вас ответов а на самом деле почему я так заторопился скажите мне мы начали в восемь да и у нас наверное есть немножко времени еще правда так точно вот так хорошо ну давайте вопросов нету значит все равно да нету хорошо тогда попробуем взвинуться немножко попробуем взвинуться еще немножко дальше да вот и скажем да то что то что почему-то мы об этом не на ученики раши распространяются по по всей Европе в общем-то в основном Франция и Германия да и вот вот эту любовь любовь к скажем да сейчас мы сделаем еще раз шея вот так и эту любовь к земле Израиля они доводят ее до практики да значит где-то в 1210 году естественно этой эры да где-то порядка трехсот мудрецов Торы они переезжают переезжают в землю переезжают в землю Израиля да вот то есть представить себе как мы с вами говорили вот этот дикую на тот момент Европу и трудное положение сыновей Израиля мы представляем насколько зависит от мудрецов Торы общины которые их окружают и тем не менее ничего не не останавливает мудрецов Торы да они собираются и начинают движение переселения в переселение в землю Израиля да можно сказать что происходит с землей Израиля в это время да устанавливается да устанавливается царство Ирушалаем крестоносцев я не хочу сейчас вдаваться во все подробности все периоды постоянно идет борьба с мусульманами с разным уровнем успеха и где-то в 1291 году есть первый поход это 1996 год то в 1291 году крестоносцы практически оставляют землю Израиля она переходит во власть мусульман вот на этом на этом фоне борьбы между христианами и мусульманами мудрецы торы приезжают в приезжают в Израиль среди них есть и известные имена как мы говорили продолжатели продолжатели движения это софон это прежде всего рабыну Ехиель из Парижа рабыну Ехиель из Парижа и он как бы и и так намеревался переехать в землю Израиля но последней каплей или толчком который подтолкнул его уже сделать этот шаг конкретно это было сожжение Талмуда в Париже да вот в связи с этим можно вспомнить как бы последние да последние печальные события так а понятно да вот тут можно да небезызвестный Нотр-Дам да около которого был был сожжен был сожжен Талмуд история она на самом деле началась за два года до этого когда властям пожаловались на Рамбама на Маймонида и были собраны свитки Маймонида и сожжены а потом где-то примерно через два года на этом же месте были сожжены свитки Талмуда да но это все хорошо знают но интересно что эта печальная история она имела продолжение да Рабейну Ехиэль поднялся в земли Израиля привез с собой свитки Тософот и там заканчивал работу там заканчивал работу Тософот но на самом деле на самом деле это скажем на этом еще и не кончается движение в землю Израиля которое зародил ну может быть как мы видим просто как бы ядром его был сам Раши как бы отправной точкой был его Раши и естественно ему бы ничего не удалось сделать если бы это не дай бог идея переселения в землю Израиля противоречило основным идеям Торы безусловно ничего не получилось просто он подчеркнул важнейший момент поставил его в главу угла и как бы так как говорят пошло и пошло дальше и поехало вот теперь то что мы можем с вами то что мы можем с вами представить себе да что еще есть одна личность очень интересная которая связана с этим процессом хотя в общем-то ну его называют последним из Баалей Тософот из составителей комментариев Тософот он ученик рабыну Ихиеля ищем 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 здесь да есть только нету никакого изображения даже символического его я не нашел это Маарам Морейну из Ротенберга Раби Мейр из из Ротенберга Маарам из Ротенберга вот значит что произошло на его он жил в Германии да и правитель Германии отобрал имущество отобрал имущество у евреев как сказать тут реквизировал национализировал экспроприировал совершенно все равно что послужило причиной вы не поверите послужило причиной огромное сильнейшее стремление евреев в землю Израиля они с территории Германии по одному поднимались поднимались потихоньку в землю Израиля и отсюда мы с вами можем представить еще раз да что наша традиция она традиция возвращения ко Всевышнему возвращения в землю Израиля это две линии совершенно неотрывно связанные друг с другом две линии которые действуют на протяжении всей истории и которые до определенного момента были были понятны не то что приемлемы а просто были главными для всех мудрецов Европы что произошло с Маарам Маарам был схвачен по дороге когда он пытался бежать в землю Израиля тайно и оставшиеся годы он провел в заключении в Германии его хотели выкупить как мы знаем заповедь выкупа пленных это самая важнейшая заповедь Торы и считается что если есть два человека попавших в плен один приговорен к смертной казни а другой должен будет быть рабом на протяжении всей жизни то прежде всего выкупают того кто должен будет быть рабом на протяжении всей жизни таков закон который подчеркивает что неволя рабство еще хуже хуже смерти поэтому и поэтому и по другим причинам среди евреев всегда собирались большие суммы для того чтобы для того чтобы выкупить пленных а пленных было как мы понимаем очень много и сначала это было большое число пленных которые были превращены в рабов после падения храма и после поражения восстания барков и как мы можем представить себе в средиземном море на протяжении всех веков было множество пиратов которые захватывали захватывали людей в плен и потом их можно было выкупить и собирали большие суммы тут нужно сказать оговориться что с точки зрения Галахи существует запрет давать выкуп какой-то преувеличенный есть была какая-то цена на человека можно было дать больше можно было дать еще больше но нельзя было давать какой-то выкуп если требуют в десятикратном размере больше такого выкупа нельзя было давать потому что считалось и не считалось а как бы так и есть подобный выкуп при воде поощряет захват других евреев таким образом выкупая одного ты вредишь многим и у тебя естественно не будет суммы достаточной для того чтобы выкупить большое число евреев которых начнут захватывать когда увидят что общины собирают такие непомерные суммы для того чтобы выкупить своих собратьев зачем я все это говорю то что потому что евреи Германии и Европы безусловно хотели любой ценой выкупить Ма-Рама из Ротенберга Раби Мейера из Ротенберга и он запретил выкупать себя и так он и скончался в скончался в заключении вот и хотелось бы представлять себе такие моменты еще можно сказать можно сказать что скажем да что Раши в своем комментарии на Тору на главу Трума пишет что в каждом поколении есть заповедь построить построить храм но если эта заповедь не может быть исполнена то по крайней мере в каждом поколении должны изготовляться сосуды для храма как подготовка к служению в храме то есть для Раши заповедь построить храм так же как заповедь проживания в земле Израиля действует во все поколения во все времена так же и заповедь построить храм действует во все поколения и и во все времена здесь нам надо было бы перейти к мудрецам Испании и получить какое-то представление о них но я боюсь что у нас на это уже не хватит времени единственное что можем с вами сделать попробовать вот как вы меня научили тут делать увеличение можем представить себе эта символическая картинка которая изображает сожжение не сожжение талмуда в Париже вот а печально известный Нотр-Дам сгоревший я тут совершенно не знаю радоваться или не радоваться тому что он сгорел мне как бы лично большей частью все равно вот может быть немного жалко как произведение искусства так в какой-то степени вот тут нужно представить себе что Нотр-Дам известен кроме того что там был сожжен талмуд он известен еще так же тем что в его подвалах скрывали еврейских детей в годы господства нацистов вот и скажем мы здесь можем с вами видеть статью 8000 детей еврейских были спрятаны в погребах Нотр-Дама в Париже и на впоследствии они были перевезены в Швейц и в Швейцарию и в Испанию они но но большинство из этих детей они как бы даже и непонятно их судьба потому что многие многие мы многие из них были обращены в христианство может быть все может многие тут трудно сказать вот это еще одно, как бы, печальное, известное событие с Ноттердамом, которое от прошлых лет доходит до нашего времени. Вот, скажем, вот, ну, теперь я, да, надо было вернуться к, перейти к Мудрисам Испании, но у нас остается очень мало времени, поэтому я, как бы, задаю тот же вопрос, да, вот, сейчас мы, я сниму стоп-шер, да, вот мы опять видим друг друга, и если есть какие-то вопросы, я, пожалуйста, готов стараться ответить. Можно вопрос, да? Да, вот Фимус. А где он жил и творил? Раши и его внуки, и исподнявшиеся были ученики его и звуками. Ну, мы сказали, что это север Франции, это община Вормса или Вермайза, на, скажем, на, наидыш, может быть, да, вот, он там жил и творил. Был ли продолжение его? Ну, как раз говорили о продолжении его, о том, что родилась целая школа, которая распространилась по всей Европе, основывавшаяся на комментарии Раши к Талмуду, в основном, да, меньше, скажем, подвергалась критике, критике Хумаш, да, это целая школа Валой и Тесофот, это, как бы, фактически его ученики и ученики учеников, да, вот, Рабейну, Рабейну Ихиэль собирает Тесофот здесь, в Израиле собирает, вот, свитки редактирует, и в 1520 году один из свитков Тесофот напечатан прямо на листе Гемары, это то, что можно, то, что можно сказать, да, вот, какое дальнейшее продолжение учеников, учеников Раши, можно сказать, что в той или иной степени все школы являются продолжением учеников Раши, да, если вы хотите сказать его внуки, там, что было с его правнуками и так далее, я не очень в курсе, да, но на сегодняшний день я не знаю известными потомки, известными потомки Раши, да. Что-то еще хочется сказать, да? Окей. Ладно, да. Если нет вопросов, тогда мы остановимся с вами, я жду вашей реакции. Мне всегда интересно знать ваше мнение относительности, познавательности, важности тех тем, которые мы с вами поднимаем, потому что если вам что-то кажется менее полезным, я всегда, пожалуйста, могу перестроиться, и мы можем с вами взять какую-то другую, другую линию выбрать, или, по крайней мере, что-то добавить. Так что, пожалуйста, любые пожелания, они принимаются с удовольствием. Ладно, хорошо. Да, пожалуйста. Может, есть какой-то метод, как легче запомнить имена всех людьми, особенно их сокращенные имена и полные, потому что немножко сложно? Или просто вот чисто запоминать? Ну, всегда можно составить себе какую-то таблицу. Это всегда полезно, да, и сокращение, и имена. Вот. И, скажем, да, но имена, даты, скажем, там, годы жизни, даты рождения, годы жизни. Можно где-то пометить какие-то особенности эпохи на полях, вот такую сделать таблицу для себя. Это всегда можно, скажем, да. Вот. Но то, что интересно, конечно, это представить себе истинное лицо, истинное лицо мудреца. Потому что, к сожалению, в современном, в современном еврейском мире, я не говорю 100%, никогда 100%, но есть такая тенденция жить сказками, жить легендами, да, которые отражают то, что, отражают два момента. Один момент – это как бы из этих людей делают полубожеств, да, с ними постоянно происходят какие-то чудеса, да. Зачем мне это? Я верю в этих людей, в величие этих людей, в колоссальную их мудрость, да, и праведность без всяких рассказов про чудеса, которые, безусловно, вымышлены. И часто, как бы, в общем-то, неверно, неправильно подается их образ. И то, что мы с вами сегодня попытались сделать, это, на мой взгляд, очень вещь важная, которая в современном мире, ну, никаким образом не подчеркивается. Вещь совершенно очевидная, да, принципиальное влияние Раши, его комментария, работы, воспитания учеников и своих внуков, да, которая привела к поднятию в землю Израиля. Безусловно, мы это с вами нигде не найдем. Мы найдем историю о том, что, когда мать Раши была, там, скажем, беременна Раши, то она шла по узкой улице Вормса, и по этой улице скакал рыцарь, ну, а рыцарь, понятно, он не обращает внимания на простолюдин, тем более на еврея, и он бы ее раздавил, но стена, она прижалась к стене, и стена вдалась, и она как бы в эту варку, в нишу вошла в стену, и таким образом Раши спасся. Очень хорошо, красивая легенда, можно сказать детям, да, но она ничего ровным счетом нам не дает, да. Это, вот, и часто, часто, как бы, многие вещи, они просто, просто даже искажаются, скажем, можно в качестве примера привести, скажем, да, привести, скажем, у меня есть знакомый, который составлял биографию, Раби Маше Файнштейна, да, и он нашел в издательстве «Артскролл» книжку Раби Маше Файнштейна, и нашел там деталь, одну, когда говорили, что Раби Маше Файнштейн, это в 1936 году он уехал в Советский Союз, стал крупнейшим рабином в Америке, да, сколько, и вот в этой книжке говорится, что Раби Маше Файнштейн никогда не тратил время на своих внуков. Он говорит, как же так, я же знаю, да, я знаю по свидетельствам, что он задолго того, как к нему должны были приехать внуки, он уже стоял у чугунной калитки своего дома и ждал их, да, на что ему в издательстве сказали, да, нас не интересует правда, нас интересует тот образ, который мы хотим видеть, да. Вот эта история очень поучительная, и это к вашему, к вашему вопросу, то есть, как бы, ответ он такой, да, что нужно запоминать не только имена, нужно пытаться представить себе образы этих мудрецов, но представить образы этих мудрецов, пользуясь, скажем, да, вот такой, в кавычках говорят, традиционной еврейской литературой, очень трудно, да, очень трудно, и всегда получаются какие-то такие сказочные, сказочные образы, которые занимались только изучением Тора, не видели окружающий мир вокруг себя, да, это тоже, как бы, усредненный образ мудрецов, вам никогда никто не скажет, мы об этом еще будем говорить, что Раби, Раби, да, известный как Ашлаш, не по книге Шнедуху Добрит, две скрижали завета, да, две скрижали завета, автор этой книги в 17 веке, в середине 17 века пришел пешком из Праги в землю Израиля и покоронен здесь, в земле Израиля, да, вам об этом никогда не упомянуто, забудут упомянуть про это сто раз, он будет выглядеть для вас традиционным раввином, который, скажем, не отрывался от Тора, и правильно он не отрывался от Тора, но, типа, от Тора можно не отрываться по-разному, да, вот, это как бы тот момент, и, скажем, то, что мы с вами говорили, да, отсутствие изучения просто истории как таковой, да, оно приводит к совершенно искаженному представлению о важнейших моментах Галахи, особенно той Галахи, которая касается земли Израиля. Вот это то, что и как бы такой расширенный ответ, может быть, немножко больше, чем вы спрашивали, но мне показалось важным это подчеркнуть. Окей. Кто-то, что-то еще хочется спросить? Если можно спросить? Если можно... О, все, не-не-не, все, я уже не говорю. Пожалуйста. Да нет, я просто, честно говоря, я опоздала, поэтому, если мы об этом говорили, то вопрос сразу снимается. Мне стало интересно, как, если было какое-то влияние окружающей среды, в том смысле, почему одна школа складывалась во Франции, может быть, как-то это влияло в Испании как-то по-другому, влияло ли условно, да, вот, то, где они жили, и такой вопрос, опять же, может, совсем разделение на Сефардов и Ашкеназий, когда это приблизительно произошло. Да, мы поговорим. Это произошло позже, хотя кажется, что это произошло сразу, да, и то, что есть некоторые разные направленные школы, она существует, и в плане, в галахическом определении галахи, тоже, как бы, несколько, это наш будущий разговор. Безусловно, окружающая среда, окружающая среда влияет. Часто у того же Рамбама, Маймонида, как, скажем, или Нахмонида, можно увидеть посылки, которые явно направлены против христианства, да, вот так же, как у Рамбама, Маймонида, в его работах можно увидеть посылки, направленные против ислама. Безусловно, окружающая среда влияет, и у нас об этом разговор. Мы знаем, что Раши, он не занимался философией, а в Испании тот же Раби Юдагалеви, которым мы сегодня упоминали, он, да, занимался философией, написал философский труд. Ну, прежде всего, это связано с тем, что, как мы знаем, философия, Аристотель в современный мир пришел через арабский мир, да. Раши просто не мог знать, Аристотель, у него не могло быть книг философии, они не представляли проблему и преимущество, и проблему для его окружения, в то время как в Испании была эта проблема, да, и Рашба, Раби Шимон Бенаде Рент, он, который, в общем-то, пришел из Европы в Испанию, он запретил заниматься философией до 25 лет, и это, как бы, одно из основных различий между тем, что потом станет называть шкинацским и сифарским еврейством, это, как бы, взгляд на общие знания, можем поговорить об этом, это, как бы, предварительно, в дальнейшем постараемся поговорить. Окружающая среда всегда влияет, всегда. Но только именно как ответ на какую-то проблему, то есть она не формирует, как бы, мышление еврейское, а только как вот, то есть есть проблема христианства, рядом живут христиане, мы на нее реагируем. Я думаю, что часто, в некоторых случаях, особенно при длительном пребывании в Галуте, внешний мир и христианский мир очень сильно повлиял на еврейское мышление. Мы не отказались от единого Бога, совершенно, не дай Бог, да, но идея, скажем, такой милости всепрощающей, она стала давлеющей в еврействе, идея Машиаха, как сверхъестественного существа, и даже человека, который, скажем, там, умирает, и все равно он остается жив, да, безусловно, это совершенно, совершенно явное христианское влияние, безусловно, да. Так же, как влияние и на характер, и на взаимоотношения, и на определенные представления и системы ценностей, безусловно, происходит при нашем прерывании как в арабском мире, так и в христианском мире. И от этого уйти совершенно никуда невозможно, да, и возвращение в землю Израиля, как неоднократно подчеркивает Раф Кук, да, это возвращение к истинным еврейским ценностям, к истинной еврейской культуре. Он пишет о том, что источник, да, источник нашей знаний, источник наших душевных каких-то переживаний, он чистый в земле Израиля, и за пределами земли Израиля он похож, но источник замутненный, да, и здесь нет никаких исключений. Каждый на своем уровне, до самых высочайших мудрецов, он попадает под влияние, и не может быть иначе, да, как бы действует этот принцип, человек, живущий в обществе, не может быть свободен от общества. Вот, а мы живем в этом обществе, так или иначе, мы пытаемся от него отделиться, отделяемся во многом, да, и все, но, тем не менее, мы остаемся связанными с ними, и какие-то важнейшие посылки и представления, они, конечно, искажают наши мысли, там, скажем, да, наше представление. Это безусловно. Вот. Окей. Так, ну что, мы с вами тогда останавливаемся, или... А, нет, вот еще Елена хотела что-то спросить. Нет, спасибо, Равзей, вы, в принципе, ответили на мой вопрос. Хорошо, замечательно. Хорошо. Ладно, пишите. Можно даже в одном экземпляре, пожалуйста. Я постараюсь вам отвечать. Да, вот, вопросы и, как бы, запись урока, надеюсь, будут в дальнейшем. Спасибо большое всем за терпение, за внимание, всего самого-самого доброго. Спасибо, Равзей. Спасибо. 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 Всем спасибо за участие.